я приветствую всех землян видящих меня сейчас в эфире восьмая передача телевизионного канала нервс тиви и я его ведущий всеслав соло сегодня мы поговорим о родители номер один и родители номер два ну это вот современное европейское течение которое я сказал уже даже не течение а законодательное наваждение утверждение и даже насилие европейское то есть получается как бы о правах человека вроде бы как заботятся европейцы что пожалуйста и сексуальные меньшинства могут иметь детей и родители как бы не могут быть главными или не главными там папа мама все все это должно забыться давайте вот сегодня сейчас с вами разберемся в основных позициях я не говорю что в подробностях но вот самый главный кто прав кто не прав то есть в россии правы или в других странах где отрицают родители номер один или родители номер два а по старинному по вчерашнему дню все-таки хотят чтобы дети называли папа и мама да то есть папу папой маму мама и чтобы это папа был все-таки мужского пола а мама женского пола прямом смысле как заложила вот в эти понятия свои традиции сама природа то есть вот сейчас мы попробуем с вами разобраться в этом во всем но опять же подчеркиваю только вот вкратце вот главные такие вот пятна рассмотрим ну вот что у нас происходит на сегодняшний день я уже не говорю о вчерашнем дне земли а ее развитии развитие человечества и каждых каждого индивидуума да в живущего в этом человечестве а вот вот буквально сегодняшний даже день и и вчерашний как вот мы развиваемся посмотрите что делается ведь практически по большому счету себе могут позволить что-то создавать в этом мире как человеческая единица то есть заниматься серьезным творчеством бизнесом и вообще какими-то такими вот более или менее масштабными делами да даже средней руки и даже малой руки делами все-таки могут позволить относительно финансово обеспеченные люди коих не так уж и много скажем в той же россии да и думаю в других странах потому что все-таки основной процент людей это середнячки ниже середнячков и и даже я бы сказал нищие да а вот представьте себе они ничего себе позволить не могут они не могут позволить нанять няню там учителей каких-то каких-то воспитателей это присмотрщиков за детьми мы так далее и тому подобное даже не все могут позволить себе детский сад ну что-то вроде этого да как вот у нас в россии принято потому что и самих диска садов не хватает и и в общем то и не всегда и денег хватает на этом потому что детские сады сейчас становятся по моему достаточно недоступными явлениями в социуме россии сожалению а надо бы наоборот так вот значит получается мы с вами рассматривая это все и видим что единицы себя могут позволить при наличии детей 1 2 а я уж не говорю трех там или пяти или десяти человек когда вот рожают много детей многодетные семьи живут то есть вот не могут себя позволить развиваться как вот человеческая единица не папа не мама то есть вот не может себе позволить один и другой родитель я не знаю стать нам каким-то известным человеком писателем там и я не знаю что-то сделать для социума серьезное масштабное уйти с головой в бизнес творчество ну не могут почему потому что нужно зарабатывать деньги раз а платят за работу копейки плюс нужно еще воспитывать детей поэтому и стараются рожать одного-двух и все в основном так потому что иначе просто вообще никакой жизни не будет никакого продыха понимаете никаких выходных никаких отпусков ничего потому что нужно постоянно участвовать в воспитании этих детенышей то есть времени никакого нет это в лучшем случае там мужчина допустим может заняться позволить себе чем-то в семье если его супруга берет на себя время воспитания общих детей вот тогда он себе может позволить или наоборот супруг что бывает достаточно реже гораздо в жизни семейной он берет на себя бразды правления и управляет воспитанием детей а жена позволяет себе его жена что-то делать там бизнесом серьезным заниматься ну и так далее то он подобно значит мы делаем для себя вывод получается очень маленькая толика людей могут двигать цивилизацию и быть единицами активными и необходимыми всему миру и вообще вот действительно стопудово необходимыми в основном это получается извините за выражение биомасса да разумная да нужно больше может быть для того чтобы проводить войны да надо набирать каких-то людей и посылать их на лютую смерть ну и так далее то есть получается биомасса а вот людей-то очень мало которые могут что-то двигать стивилизации я сейчас не грешу и не хочу никого унизить ни в коем случае как-то оскорбить я просто говорю о и блин об элементарных вот вещах как в которых мы сегодня все живем извините в этом дерьме мы все живем ну по-другому не назовешь хотя с другой стороны дети даже великая счастье как бы это здорово это богом даденный процесс и и он же останавливает развитие того кто произвел этого детеныша значит получается смотрите как человек рождается воспитывается живет вырастает ему одну в среднем 20 лет он женится или выходит замуж и все максимум его развития до 25 до 30 пока не женился дальше появляются детки и он уже занимается только ими дальше появляются внуки и он тоже занимается только ими правнуки значит правнуки то есть совершенно человеку нет времени заняться чем-то вот таким чтобы материализовать собственную душу понимаете чтобы самому что-то в этом мире сделать им и стать значимым авторитетом я бы сказал даже для тех же детей то есть получается вопрос очень интересный а нужно ли тогда вообще рожать детей тем более много но конечно без детей планета вообще станет то есть мы просто вымрем хоть и переселена перенаселена на сегодня все равно рожать детей нужно но может быть не в таких количествах как скажем китайская народность хотя это их право рожать не рожать но все равно я думаю что это все таки многовато большая нагрузка даже для них и только для планеты значит получается мы делаем вывод для себя что человеку нет возможности жить из-за детей жить в месте полноценной духовной и развивающейся масштабной жизнью отсюда люди начинают выпивать понимаете убегать от семьи в гараж там каким-то друзьям орут на детей бьют их потому что них ненавидят они же как вампиры они не дают жизни понимаете интуитивно каждый в каком-то смысле каждый человек даже горячо любящий своего ребенка все равно интуитивно хоть немножко его ненавидит на подсознание он даже не понимает этого потому что он не дает ему нормальной жизни и воплощению этих планов которые он когда-то тоже задумал да и они у него там подсознание живут может с детства с юности то есть интуитивно все люди немножко ненавидят своих детей а уж чужих тем более хотя с другой стороны все бьют себя в грудь что о дети это святое да это святое в области вот дневного сознания мы это понимаем прекрасно что да действительно это святое нужно беречь и растить холить и так далее создавать особые тепличные условия и прочее обучать вводить жизнь их а с другой стороны получается они вампиреныши они не дают нам жить я не хочу сейчас все всем бросить клич давайте долой детей нет ни в коем разе сейчас я рассуждаю вот вот такая вот приблизительно почва на ней вырастает сегодняшнее европейское значение родитель номер один и родитель номер два то есть хорошо это или плохо с одной стороны хорошо с другой страны плохо сейчас разберемся кроме ведь а родитель номер один и родитель номер два там еще и другие европейские течение есть да то есть там стараются вообще детей просто изолировать из семьи и считают Что привязка или любовь, или страдания по маме и папе Ребенка, любого ребенка Когда ребенок тянется и не может без родителей На минуту остаться Это считается психическим отклонением В общем-то, я скажу вам С точки зрения энергии С точки зрения кармических процессов С точки зрения всевозможных развитий правильных Это тоже правильно Даже не тоже, а правильно То есть действительно это можно считать аномалией Когда мы тянемся так привязанно к своим родителям Что мы не можем без них жить Это аномалия, действительно аномалия Это действительно психическое отклонение Которое общепризнанное и считается как бы нормальным явлением На самом деле это психическое отклонение Это вот с Европой я буду согласен Я сейчас поясню почему Я сейчас все вам постараюсь объяснить Вот смотрите Когда мы тянемся к родителям Что это такое? Привязка, да? То есть вот нам хочется их видеть Слышать их голос С одной стороны, как бы Ну это же здорово Любовь к папе и маме Благодарность, что дали жизнь Дали наше физическое тело Нам воспитали, нас колили В пеленках там Одевали, обували, воспитывали Образовывали И в жизнь нас впустили Как говорится Ну как же не любить их? Без них мы не можем Целиком наше подсознание Из них состоит Представляете, сколько в подсознании наших родителей Да там просто Всплошь все перепачкано родителями В хорошем смысле слова даже Перепачкано То есть все наши потребности Все наши желания Все наши какие-то достижения основные Особенно в юности, в ранней Мы все это перепачкали Через отношения к родителям А теперь подумайте Вот сегодняшняя наука Которая еще, к сожалению Не набрала серьезных лидерских позиций в мире Но уже о себе заявила основательно Сегодняшняя определенная часть ученого мира Стоит совершенно на интересных позициях По отношению к энергетике К человеческим отношениям И смотрите Вот допустим Брюс Липтон Известный ученый Эффект плацебо Эффект плацебо Что это за эффект такой? Он с ним работает Ему это нравится Он познает его И пытается доказать Что все, что в этом мире есть Вот у нас Физическое тело наше Особенно на него акцент делает он Этот ученый Что оно, физическое тело Абсолютно зависит от силы нашей мысли И способно меняться И даже мы можем выздоравливать И вытаскивать себя Как Мюнхгаузен За волосы Из дичайших болот Болезней наших Даже Даже из неизлечимой болезни Могут при помощи нашей мысли Уходить А что такое эффект плацебо? Это Давно известный древний эффект Когда человеку Дают какую-то там Меловую таблетку И говорят Что допустим Это аспирин И человек выздоравливает То есть Это При помощи только Самовнушения Человек начинает выздоравливать Но на сегодняшний день Вот в частности Этот ученый О котором я заговорил Сейчас Брюс Липтон Он Он говорит о том Что Сила мысли способна менять А он сам занимается Генной инженери Биохимик Способна сила мысли Менять Даже наши гены Понимаете? То есть генетический код Организма меняется И он говорит Что Почему не у всех Это получается? Потому что на подсознании Которая соткана в основном Из негатива Об этом я кстати Давно уже говорил Для меня это не ново А ученые это подтверждают В основном из негатива Мы негативную информацию Лучше запоминаем Почему это? Отдельный разговор Приходите ко мне Заниматься Я поясню Так вот Наше подсознание В основном состоит Из негатива То есть Из отрицаний Из отрицаний А Я уже сейчас Чуть раньше говорил Что наши родители Живут в нашем подсознании Очень масштабно Широко И завязаны Почти Со всеми процессами Со всеми Семи Семи нашими Опытами Памятями И так далее И тому подобным Значит получается Если Вот наше подсознание С отрицанием связано То трудно поверить Что при помощи мысли Ты выздоровеешь А теперь представьте себе На расстоянии На любом расстоянии Если мы сотканы Подсознанием В основном из родителей Раз доказывает Все-таки Что сила мысли Способна менять Генетический код организма Брюс, Липтон И многие другие ученые Так вот Значит при помощи Получается мысли На любом расстоянии Наши родители Так как они Очень масштабно Живут в нашем подсознании Они могут влиять Также на наш Генетический код То есть получается Наше здоровье Библия лишь написана Об этом Что возлюби мать И отца своих От этого зависит Продолжительность жизни Твоей на земле Твоя продолжительность Извините Жизни на земле Значит получается И Библия даже Об этом же говорит О генетическом коде То есть получается Родители Если о тебе будут Хорошо думать Они же в основном Подсознание захватили У тебя Огромные масштабы И вот Пространство Значит ты Если они думают О тебе хорошо Ты не болеешь А если ты чуть-чуть Навередил Или сказал не так Ты уже начинаешь болеть Но самое-то интересное другое Что ведь мы же в основном Так На подсознании Хоть немножко Но ненавидим Своих детей Вы понимаете Кто-то больше Кто-то меньше Конечно же Отсюда наши дети Страдают На любом расстоянии И в здоровье своем И в каких-то проблемах И в каких-то ситуациях Ненужных Они оказываются И гибнут И умирают из-за этого Значит получается Наши родители Это враги наши Если с точки зрения Посмотреть Вот Со стороны колокольника С детской стороны Вот со стороны детей Посмотреть на родителей То получается Родители это враги Для детей Они в любом случае Их Ввергают болезни Даже при самой Минимальной Нелюбви к ним На подсознании своем Или же даже В прямую Направляют на них Болезни Натравливают Напускают И так далее Даже не ведая об этом Даже специально А если уж ненавидят Специально поругался С родителем Так Представляете Что-то Я тоже представляю Что возникает Человек вообще гибнет Вообще У него все из рук валится Почему вот Родительских проклятий Всегда боялись Я вот как маг Как эзотерик Об этом сейчас Вот вам говорю Именно потому Что мы Очень сильно зависим Своим телом Душой и разумом От наших родителей А они Нас Уже Вот Само изначале Получается Ненавидят И мы Их ненавидеть Начинаем Понимая вот это Отношение Понимаете Значит Удивительно Европа права Родитель номер один Родитель номер два Дети должны И принадлежать всем Социуму То есть государству Забрать детей И это Начинают делать В Европе Правда Это делают Насильно Не объясняя А интуитивно Догадываясь Что делают правильно Кто-то один Умный Правит Издалека Или же Это интуитивно Европа пришла К правильному выводу Но этот Правильный вывод Он на сегодня Слишком Назой Он просто Получается Законодательно Внедряется Что очень вредно Нельзя навязывать Масштабно Для всех Одинаково Потому что Все равно Есть родители Которые По минимуму Ненавидят своих детей И поэтому Меньше им вредят И они вот хотят У них есть Вот такое Предрасположение И кармически Они По судьбе Своей По рождению По сегодняшнему Воплощению Обязаны именно Воспитать Может быть Ребенка Почему они должны Отдавать куда-то Социуму Нет Они будут воспитывать И почему они хотят Чтобы они тоже Назывались Родители номер один И родители номер два Имеется Вы хотят Это Те которые Законом Заставляют Это в паспорте Там и Сидеться Рождение Писать Понимаете То есть Почему На каком основании А кто-то хочет Чтобы папа и мама Было написано Поэтому Нельзя Вот Бесшабашно Вот так вот Наотмашь Под одну ребенку Абсолютно всех Сразу выравнивать И выстраивать Понимаете Европа С одной стороны Права По сути По идее своей По продвижению По новшеству По развитию Нашей цивилизации Права Но Не права Потому что Это делается Каким-то вот Оболваниванием Что-ли До гибели До насмешек До издевательств До каких-то вот Насилий Над человеческим разумом Нельзя через насилие Прийти к Всеобщему Блаженству Понимаете И радости И восторгу Но нельзя То есть вот Европа права Но и не права тоже Россия Права или нет Да конечно Тоже не права Потому что Надо все-таки Прислушиваться К Веяниям Современным И Надо Иметь Президенте Обязательно Совет Энергетическо-философский Совет Он должен Созвать Таких людей Вот как я И ученых Таких Вот как Брюс Липтон Он должен Иметь отдельный Этот совет Где будут Передовые идеи Мысли Рассматриваться А почему Так решила Европа Почему Вот нагло Сразу Вот так Извините Нагло Отрицаем Вот нет И смеемся Над ними Родитель номер один Родитель номер два А чего смеяться Ведь они По сути Правы Просто они Не правы В том Что они На всех Наложили Как печать И Мол Хочешь Не хочешь Отделай Это конечно Концлагерь Этого делать нельзя А с другой стороны По сути Они правы Значит Получается Привязанность К родителю К своему убийце Да Ребенка Извините Я говорю Правду И называю вещи Своими именами От имени Подсознания Вот Я занимаюсь Энергетикой Очень серьезное Количество лет 25 лет Стажа Только профессионального Остальное Время Я Тоже развивался И так же точно Все познавал Не меньшей степени Просто Тогда еще были Советские времена И не выходил Огромно И широко Для публики А сейчас Вот широко Для публики Я вышел Уже 25 лет Так вот Получается Значит Все таки Здорово Что Есть Вот такое Родитель номер один И родитель номер два Но Еще интересный момент Я хочу рассмотреть Получается Наши Дети Это с одной стороны Абуза С другой стороны Радость Значит Получается Не надо всех Под гребенку Пусть Кто-то Захочет Сдает Социуму Детей И этих детей Могут взять Те Которые Хотят Но на месяц Два Их просто взять И повоспитывать Почему нет Да ради бог А потом Я вам скажу Наши современные дети Они очень сильно Закрыты То есть То есть Их по всем Статьям Превратили В рабов Дети Сегодня Это рабы У нас В социуме Просто Рабы До 16 лет Сексом Нельзя Заниматься Это не рабство Рабство А чесаться Там Извините В нужном месте Начинает Уже в 10-11 А заниматься Нельзя до 16 А если Это мальчик Вот представьте себе Вот Что такое Половой орган Мужчины Да Это та же самая Рука Мышца И если ее не тренировать В нужное время То она атрофируется Просто атрофируется Вы понимаете или нет И поэтому У нас так много В России И раньше было В других странах Импотентов Из-за этого Что До 17-20 лет Никакого Накачивания Этой мышцы Никакого использования А потом резко Начинает Человек ее использовать И естественно Это быстро вылетает порох Все Потому что Мышца моментально Изнашивается Она не накачанная У него в сознании У этого человека Нет испачканного пространства Нет в подсознании Много-много всего Сексуального А значит Он не может Долго На сексе пройти Любая деталь Может выбить его И он станет импотентом Или фригидным человеком Я отдельно Думая об этом Как-нибудь поговорю А сейчас я просто Вот к чему Возвращаюсь Что получается Они рабы у нас дети Действительно рабы Вот один Известный Я не помню сейчас Фамилию Американский ученый Он сказал Слушайте Надо вообще-то Прекратить Как-то прекратить Эти все Ранние беременности Девочек Давайте в 11-12 Будем ставить им Внутриматочную спираль Прав он или нет? Ну с одной стороны Он прав Почему? Потому что Для желающих Кто этого хочет Те же девочки Или их родители Да Чтобы защитить Ребенка Чтобы вот он рос уже И не рожал Да В 12-13-14 Вот А Это в социуме разрешил Пожалуйста Но не поголовно Всех обязать Опять же Понимаете У нас всегда перегибы То есть в обществе Должно разрешено быть Для детей Все так же Как и для взрослых Но только С учетом Того Что это детский организм Что вот Кто к этому готов Или вот он хочет Это Да ради бога Кто тебе запрещает То есть у нас У нас дети Это рабы получаются Понимаете Вот проблема В общем Это отдельная конечно Статья разговора И когда-то я о ней Сделал отдельную передачу А сейчас как бы Первая ласточка Я Зачал эту тему На будущее Когда соберется Должный материал И он уложится У меня в логику Я обязательно проведу Эту передачу А сейчас моя Задача была Рассмотреть вот именно Вот это Родитель номер один Родитель номер два С точки зрения Сексуальных меньшин Ну это правильно С точки зрения Отношения Между родителями И детьми Тоже правильно Но не должно быть так Что вот Для всех поголовно У кого-то останется Папа, мама Он потом поймет Когда-то А может и не поймет Ну ради бога Ну нельзя всех Под одну гребенку Понимаете Ну нельзя Ведь на планете Даже живут Смотрите На сегодняшний И кто-то В состоянии Папуасов Живет В нашей цивилизации Он не знает Что такое телевизор Допустим Ну я к примеру Говорю Может уже таких Не осталось Племен А кто-то Живет В супер Каких-то Развитиях Таких Что Основному Потоку людей На земле Который Пребывает здесь И не Говорится И немыслимо Увидеть такое Там Просто Удивительные Какие-то Открытия Со временем Связанные С инопланетянами И еще Чем-то Понимаете То есть Давайте все-таки Скажем Правду Что Надо Разрешено Чтобы было Все Абсолютно Но только Чтобы это Не навязывалось И я все-таки С Европой Согласен На 50% А на 50% Отрицать Ее Вот деяния В области Детей В области Родителей И детей И с Россией Тоже С одной стороны Я согласен Традиционные Там Папа Мама И так далее А на 50% Не согласен На том Что Россия Будет тогда Отставать Понимаете Ну все Должно Быть Обмозгованно У нас При президенте Какие-то Извините Ну глупцы Что-ли Вокруг него Вот я Я не вижу Что президент Наш Вот президент Российский Поумнел С точки зрения Энергии И так далее Одно вижу Только Какой-то Вчерашний день У нас Происходит В президентских Структурах В России Только Вчерашний день То есть Законодательно Три-пять лет За то Что ты там Что-то не так Сказал В отношении Религии Какой-то Извините А где Свобода слова Главное Чтобы не оскорблял Почему я не имею Права Рассмотреть Религию И даже Отрицать ее Вы понимаете У нас Президент Сегодня Как из вчерашней Коробочки Вылез Честно Что с ним Случилось Я не знаю Наверное Ему нужно Почесать затылок И подумать Что вокруг него Какие-то не те люди И сам он что-то Делает не то В России Немножко Извините Идет назад По цивилизации Как бы Топ-топ Назад С точки зрения Военных технологий Во А с точки зрения Человеческой души Развития Куда-то назад Мы топчемся И какие-то Средние века Вернулись То есть Что-то надо Пересматривать Понимаете Мы очень Можем сильно Духовно Отстать От Европы И вообще От Уровня развития Общепланетарного Надо об этом Подумать Ну Я думаю Что вот На этой ноте Я закончу Эту передачу Мира и добра Всем Удачи Смотрите наш Телеканал Мерс ТВ Пожалуйста Можете тоже Снимать сюжеты На эзотерические Научные И интересные Социальные Масштабные Разные Темы На собственные Какие хотите Присылайте их Все адреса Здесь вот Сейчас вы В конце Передачи Увидите И После Редактирования Не исключено Что ваш Видеоматериал Появится В ближайших Передачах Нашего Телевизионного Канала Нерс ТВ Пожалуйста Ждем Ваших Интересных Материалов Еще раз Мира и добра Всем Землянам Материалов Акси Материализация мыслей И ваших желаний Российский Первоисточник Автор множества Книг Высшая Магия Мысли Вы можете научиться. Выходы в астрал, параллельные миры, энергологика бизнеса, телепатия, формула любви, дыхание сознания, магические операции. Школа вечеров Всеслава Соло. Контактный телефон 8 903 622 4018.